Всего месяц прошел, как Минспорта чествовали призеров и победителей соревнований Европы и мира. И вот спортсмены вновь дали повод для гордости. В каких видах спорта преуспели представители Чувашии на этот раз, узнала наша съемочная группа. Где мы, там победа. Именно такой девиз спортсменов Чувашии. И неспроста. Представители республики отличились еще в пяти видах спорта. Это победа, ставшая уже традиционными, но не перестающие радовать. На помост международных соревнований взошли тяжелоатлеты, представители панкратиона, восточных боевых единоборств, борьбы на поясах и гиревого спорта. Спасибо вам за ваши победы. Мы всегда рядом с вами. Я всегда говорю, это мое твердое убеждение и позиция, и человеческая, и, так скажем, служебная. Мы, ваша обслуга, мы, ваши помощники, мы пытаемся делать все, чтобы вы могли достигать своих спортивных результатов, прославляя нашу страну, нашу республику. В самом большом составе на встречу был представлен панкратион. По итогам первенства мира, проходившим в Калининграде в конце ноября, на пьедестал почета сумели взойти семь спортсменов из Чувашии. Эти ребята, которые удачно выступили на России, также удачно выступили на Пьедестовом мира. Я говорю о том, что ребята совместно тренировались, все школы вместе объединились, и все это дало вот эти наши результаты. Привыкли видеть на подобных встречах борцов на поясах, причем девушек. Анастасия Тарасова стала бронзовой призеркой Кубка мира, уступив серебро еще одной представительнице Чувашской республики. А рекордсменок Европы по тяжелой атлетике и их тренеров ждала приятная новость. Сергей Мельников рассказал о постройке полноценной базы по этому виду спорта уже в следующем году. Сейчас всех спортсменов ожидают премии и небольшой перерыв в связи с Новым годом. Но после него вновь усиленные тренировки и новые победы. Екатерина Абрамова, Евгений Анисимов, Республика.